МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республикам». Смотрите сегодня. Готовность номер один. Кто в республике еще не подключен к теплу? Лихой маневр. Авария с автобусом на Московском проспекте столицы Чувашии парализовала движение на несколько часов. Ради здоровья в Чебоксаре присоединились к Всемирному дню ходьбы. Несмотря на потепление, вопрос об открытии отопительного сезона никто с повестки дня не снимал. Ночные температуры по-прежнему низкие, а это значит, что все объекты должны быть подключены к теплу. Почему это сделано не везде, обсуждали сегодня на еженедельном совещании. Решение о подключении тепла принимают местные администрации. В Чебоксарском, Козловском, Канажском и Ядренском районах отапливается большинство объектов. Готовность оценивается почти в 100%. В Порецком – меньше половины. Критичная ситуация в Шумерле. Там всего 7%. Нет тепла в Хадарской школе Шумерлинского района и в больницах Порецкого и Марпасадского районов. Как отметила министра здравоохранения, в этих лечебницах отопление включат сегодня. В республике не отапливаются 19 детских садов. В Шумерле, Чебоксарском районе, Марпасаде, Порецком, Цивильске и Козловке. Как раз в тех районах, которые сегодня озвучали, у нас отмечается рост. Это вот от 40% до 80%. По данным госжилинспекции Чуваши, тепло есть 86% жилых домов. В столице республики без отопления пока остаются одна спортивная школа, один социальный объект и 26 домов. Почти половина ремонтируется, другая половина сами отказались подключать отопление. Как только температура понизится на улице, она сразу же повысится в домах, заверил глава администрации столицы Алексей Ладыков. Еще одна тема еженедельного совещания – обеспечение жильем социальных групп населения. В республику поступили почти 3 миллиарда рублей на улучшение жилищных условий 5000 семей. На обеспечение жильем молодых семей, а также молодых специалистов на селе предусмотрено средства в размере 386,7 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета 189,1 миллиона рублей, республиканского бюджета 147,4 миллиона рублей, в местные бюджеты 50,2 миллиона рублей, за счет которых планируется оказать государственную поддержку 597 молодым семьям. 155 миллионов рублей направлены на улучшение условий жилья 137 ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, за счет этих средств планируется предоставить квартиры 139 детям-сиротам и 31 многодетной семье. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Дождливый сентябрь помешал аграриям республики оперативно собрать урожай картофеля и овощей. Пока убрано чуть более половины всех площадей. Нам удалось выполнить план наш республиканский на 94 процента, то есть 94 тысячи гектаров озимых мы посеяли. Из овощей убрано на сегодняшний день 549 гектаров, осталось убрать еще 564, то есть больше половины. Но здесь еще пока терпит, но хозяйство работает, вчера поработали. В целом в ближайшее время прогноз вроде как есть просвет 4-5 дней. Если всю максимальную технику использовать, то есть всю технику, нам еще нужно где-то 7-9 дней. В целом в Российской Федерации картофель будет убран по объемам на уровне прошлого года. Средняя урожайность картофеля по Чувашской Республике по сравнению с прошлым годом в этом году будет ниже. В прошлом году было 218, в этом 180 с 1 раз гектара. Жители северо-западного района столицы, в том числе и сотрудники нашей редакции, не смогли сегодня вовремя добраться до работы. Причина – большая по Чебоксарским меркам пробка на Московском проспекте. Как выяснилось, ранним утром в опору троллейбусных сетей врезался автобус. ДТП произошло в 6.30 утра. Водитель автобуса 12 маршрута не справился с управлением и влетел в столб в районе улицы Афанасьева. За медицинской помощью с ушибами обратилась пассажирка. В результате аварии повредилась троллейбусная линия, что и вызвало проблемы с движением на проспекте. За рулем находился 22-летний водитель с небольшим стажем вождения, сообщает автопортал «За рулем». Ситуацию прокомментировали и на еженедельном совещании правительства. Полотно скользкое. В итоге въехал он на опору контактных сетей троллейбусов наших. В итоге 6.58 обесточено. Движение, соответственно, остановлено. Все движение всех наших троллейбусов в итоге затор со всеми последствиями. Ремонтные восстановительные бригады троллейбусного управления и городских электрических сетей выехали своевременно. И 7.26 движение троллейбусов было восстановлено. Чуваш Автотранс, которому принадлежит автобус, теперь ждет служебное расследование. Впрочем, горожане уже предложили свои варианты. Он случаем раньше не на маршрутке работал. Тормозить-то он начал, потому как не успевал проехать. Пролетел-то он на красной в итоге. Надо виноватых в ДТП на пересдачу экзаменов отправлять. Понервничать сегодня пришлось и тем, чей маршрут пролегал через улицу Университетская. Там перекрыли движение из-за подозрительной сумки. Бесхозную подозрительную сумку обнаружили в троллейбусе первого маршрута. На место приехали специальные службы, которые проверили предмет на взрывоопасность. Движение по улице перекрыли. Оцепление длилось недолго. В брошенной сумке оказался картофель и старый мобильный телефон, сообщили в пресс-службе МВД. 49-й концертный сезон открыла Чувашская государственная академическая симфоническая капелла. Зрителям представили оперу «Орфей и Эвредика». Каждый год коллектив филармонии готовит репертуар, способный заставить зрителя улыбаться, грустить, удивляться. Премьерная опера «Орфей и Эвредика» – произведение с богатой историей. Французский композитор 18 века Кристофер Глюк сосредоточился на чувствах главных героев. В основе сюжета лежит древнегреческий миф о величайшем музыканте – певце Орфея и его прекрасной супруге Нимфе Эвредике. С силой своего певческого искусства Орфей спасает умершую от укуса змеи возлюбленную из царства Аида – повелителя душ усопших. Из середины 19 века, а именно тогда впервые опера увидела свет, в век 21-й. Стерты временные границы, но сохранено главное – чувство, особые голоса. Если тогда роль Орфея исполнял знаменитый певец Кастрат, то в современной интерпретации партию главного героя часто отдают женщинам. Он написал всему миру известную такую мелодию, которая играет флейта с оркестром. Совершенно изумительная, потрясающая мелодия. И надо сказать, что он выступил как реформатор. Глюк является реформатором оперы. Первое – это он вел увертюру к опере. С увертюры начинается. Увертюра очень янтарная, свежая, жизнеутверждающая такая боевая увертюра. И вдруг наступает после этого грусть. В новом сезоне симфоническая капелла также представит зрителям фортепианы концерт Бетховена в исполнении заслуженного артиста России Евгения Михайлова. Прозвучат увертюры к операм зарубежных и русских композиторов – Брамса, Верди, Глазунова. И еще, что особенно интересно, капелла продолжит сотрудничество с известной украинской рок-группой «Металлика Шоу». Первый опыт показал – зрителей привлекает соединение совершенно несовместимых направлений в музыке. Вместе они планируют отправиться на гастроли по городам России. Татьяна Филатова, Алена Алтухова, Сергей Адушкин, Республика. Жители Чувашии присоединились к Всемирному дню ходьбы. В торжественном открытии марафона на Красной площади столицы принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Спортивная ходьба в Чувашии – любимый вид спорта более 800 спортсменов, занимающихся профессионально в 8 спортивных школах. Почти все они вышли на старт. В этом году ряды марафонцев пополнили участники традиционных акций – прогулка с врачом и оздоровительной ходьбы ветеранов в Международный день пожилых. Стартует весь мир, стартует вся Россия, стартует вся Чувашия. Спорт – это мощная созидательная сила. Царит здесь дух спортивного единства. В единстве наша сила. Непременные участники марафона – руководители органов власти. Врачи рекомендуют, что ходьба – это универсальный вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте. И неизменный результат – это здоровье и долголетие. Олимпийская чемпионка Елена Николаева старается не пропускать ни одного старта. Олимпийская медаль шла очень долго. 30 лет я стала олимпийской чемпионкой. Надо беречь свое здоровье и по сей день занимаюсь спортивной ходьбой. По традиции первым и массовым заходе стартовали выдающиеся спортсмены. Всероссийский день ходьбы учредили три года назад на международном спортивном форуме, состоявшемся в Чебоксарах. И с каждым разом его участников становится все больше, лишь бы погода не подкачала. Александрова Агустина Александровна. Шагаю скандинавской ходьбой уже больше пяти лет. Люди откликнулись и пришли на это праздник, потому что они все любят нашу республику Чуашию. Мы каждый год участвуем в таком замечательном празднике. И мы зарядились позитивом, энергией. Мы очень рады. Все очень круто, здорово. Очень понравилось. Нам очень понравилось. Каждый год, чтобы так было. Три, четыре. Мы за здоровый образ жизни! Ура! Завтра в Чуашии пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. О начале тренировки гражданской обороны известят установленные на улицах сирены и громкоговорители, а также каналы радио и телевидение. Сигналы прозвучат в 10 часов и в 10.30. Тревога будет учебной. Госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям просит жителей республики соблюдать спокойствие и не прерывать своих занятий. Приятные новости проходят из мира спорта. Хоккейный клуб Чубоксара одержал победу над командой из Мордовии. Домашний турнир завершился со счетом 3-2. Вообще, чувашские хоккеисты сезон начали уверенно, одержав победу в пяти матчах. Тем временем в Чубоксарах продолжают создавать условия для занятий этим видом спорта. За несколько месяцев до начала календарной зимы в столице республики начали строить новые хоккейные коробки. За последние годы в Чубоксарах обустроили 15 хоккейных коробок. Недавно новый спортивный объект появился во дворе дома по проспекту Мира. Здесь установили пластиковые борта, защитную сетку и бытовку для проката коньков. Обслуживать хоккейные коробки зимой будут подрядчики. На них возложили обязанности по уборке льда и контролю за порядком. В ближайшее время современную площадку построят и в дворе дома номер 47 по бульвару Митова. Здесь предстоит заменить старую коробку, возведенную еще в советский период. В рамках проекта «Открытый город» люди-горожане оставляют заявки, говорят о том, что на данной территории когда-то была хоккейная коробка, хотели бы видеть ее, хотели бы заниматься на данной хоккейной коробке. Дети на ней бегают, то есть она востребована. Таких заявок очень много, но администрация города ведет полномерную работу. То есть в прошлом году было установлено прям массово 6 новых хоккейных коробок, то есть реконструировано и установлено. В этом году такие три хоккейные коробки. В выходные чебоксары присоединились к акции «Некислое такси». Всероссийский флешмоб прошел в 50 городах страны. Благотворительная акция приурочена к Международному дню пожилых людей. Это видео сняли сами участники акции и прислали нам в рубрику «Мобильный репортер». Суть акции в том, что волонтеры выехали в город на своих автомобилях и бесплатно предлагали пожилым людям отвезти их куда им надо. В Чебоксарах работали 7 экипажей. Водитель, штурман за день подвезли 49 пожилых людей. Как отмечают участники акции, они были рады помочь конкретным людям и в целом сделать мир чуть добрее. Спасибо. С понижением температуры за окном риск простудиться и заболеть увеличивается. Какие меры профилактики необходимо предпринять, чтобы уберечь свое здоровье? Насколько эффективна вакцинация и так ли необходимо принимать противовирусные препараты? Вы узнаете из программы по существу сразу после нашего выпуска новостей. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте ntrk21.ru Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин